МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале 1-й Карагандинский в студии Гульнуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Родители школьников из села Доске требуют извинения от известного поэта. По их словам, Серик Ахсун-Карулы довел до слез их дочерей, принимавших участие в поэтическом конкурсе. Владельцы кафе, ресторанов и магазинов обязаны устанавливать системы видеонаблюдения и прочие технические средства. В Караганде вновь обсудили террористическую уязвимость карагандинских объектов. Более 2,5 тысяч студентов исполнили песни, тексты которых были написаны на латинской графике. Интересную акцию запустил ресурсный языковой центр на базе технического университета. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обо всем более подробно. Родители школьников из села Доске требуют извинений от известного поэта. По их словам, Серик Ахсун-Карулы довел до слез их дочерей, принимавших участие в поэтическом конкурсе. Будучи членом жюри, поэт позволил себе грубые высказывания в адрес девочек из-за того, что они учатся в школе, названной в честь Ильтая Ирназарова. Он был председателем комиссии, руководившей конфискацией хозяйств казахских баев в 1928 году. Наргиз Жумагали готовилась к чтениям Касыма Манжолова довольно долго. Проделав путь в областной центр из села Доске, школьница надеялась отлично выступить. Однако не успел конкурс начаться, как ожидания девушки рухнули. Член жюри, поэт Серик Ахсун-Карулы проявил грубость, узнав, что Наргиз учится в школе имени Ильтая Ярназарова. В прошлом – председателя Центрального исполнительного комитета Казахской АССР и председателя комиссии, которая руководила конфискацией хозяйств баев. Напомним, именно это событие повлекло за собой голодомор в начале 30-х. Почему учебное заведение носит имя этого человека, школьница не знает и не понимает, чем заслужили такое отношение. Что я в этой школе учусь, он сказал, ну все, видно, что ты какая. Ну, походу он думал, что я, ну, как я в Ильтая учусь, я как буду в Ильтая Ярназаров. Но я не такая. Он же мне никто, не дед, я его, не кровь, он мне вообще никто. Я просто учусь в этой школе, потому что я не виновата, что я учусь тут. Не надо как бы презирать на это так. Как мы вышли, в Ильтайской средней школе мы сказали, он все, уже агрессивно себя бьет. С такой же грубостью столкнулась Ельмира Ахметова. Ее в день конкурса сопровождала мама. Она и стала свидетельницей произошедшего. Столкнувшись с агрессивным поведением известного поэта, Алтная Ахметова испытала обиду. Ведь двух школьниц даже не пригласили на сцену для вручения поощрительных призов и благодарственных писем. Теперь мамы девочек требуют переименования школы. Мы сейчас, не только я хочу, все хотят, все родители этой школы, все хотят, чтобы поменяли имя школы. Потому что для наших будущих детей, чтобы они могли гордо идти куда-то, в олимпиады, допустим, или на конкурсы, чтобы они гордо стояли, гордо сказали, свою школу представляли, а не так, как наши дети в тот раз. Вот поэтому мы хотим, чтобы нас поддержали. Сам поэт свое грубое поведение отрицает. Он отметил, что конкурс проходил справедливо. Конкурс был справедливым. Мы ко всем относились одинаково. То, что я удивился тому, что школа имени Ельтая до сих пор существует, я признаю. Ведь этот человек оставил негативный след в истории. Нужно переименовать эту школу. Если наши власти и вправду захотят стереть имя Ельтая, Ярназарова и страниц истории современного Казахстана, школа в селе Доски будет не единственной в очереди. Имя советского политического деятеля носит села в Акмолинской, Алматинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Атураусской и Восточно-Казахстанской областях. Владельцы кафе, ресторанов и магазинов обязаны устанавливать на своих объектах системы видеонаблюдения, охраны сигнализации и прочие технические средства. В региональной палате предпринимателей Атамикин вновь обсудили террористическую уязвимость карагандинских объектов. Еще в 2016 году государство обязало бизнесменов оснастить свои объекты различными техническими средствами для противодействия терроризму. Однако некоторые карагандинские предприниматели все еще не получили так называемый антитеррористический паспорт. И дело здесь вовсе не в отсутствии желания. В региональной палате предпринимателей заявили, что бизнесмен не может сразу оснастить свой магазин, кафе или ресторан системами видеонаблюдения и прочими техническими средствами. Предприниматель сразу, одномоментно, не может вложить эти финансовые средства, поскольку объект большой, необходимо большое количество установления камер, точек доступа, охранные. То есть постоянный контроль нужно осуществлять за исправностью этих лиц, которые участвуют в этом процессе. Между тем, закон есть закон, и выполнять его должны все. К тому же все эти действия в конечном итоге делают нашу жизнь более безопасной. Об этом на встрече говорили представители спецслужб. Они же рассказали и о специальных требованиях к техническим средствам. В ходе встречи предпринимателям также напомнили основные правила антитеррористического поведения. Самое главное, обращайте внимание на подразительных людей, предметы, на любые подразительные мелочи. Сообщайте обо всем подразительным сотрудникам правоохранительного органа. Никогда не принимайте на незнакомство пакеты из сумки. Не оставляйте свой багаж без присмотра. Внешний вид предмета может скрывать его внутреннее содержание. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы. Это сумки, пакеты, коробки, галстуки даже. Всякие мелочи могут использоваться в этих целях. В завершении встречи организаторы призвали предпринимателей провести информационную работу со своими сотрудниками, чтобы каждый знал свои действия в случае непредвиденных ситуаций. Андрей Теном, Анкужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Поезд здоровья завершил работу в Карагандинской области. Об этом сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям. В течение 13 дней специальный железнодорожный состав посетил отдаленные станции. За время работы медицинские работники обслужили свыше трех тысяч жителей. Глубоко вдохнули, не дышим. Жители отдаленных малых станций и прилегающих сел имели возможность получить высококвалифицированную специализированную медицинскую помощь терапевта, мамолога, гинеколога, педиатра, стоматолога, УЗИ-специалиста, хирурга, включая проведение малых хирургических операций, а также качественные лабораторные исследования. В течение 13 дней специальный железнодорожный состав посетил отдаленные станции. За время работы медицинские специалисты обслужили свыше трех тысяч жителей. Напомним, с 2010 года акционерным обществом «Казахстан-Темиржалы» совместно с Комитетом по чрезвычайным ситуациям реализуется проект по курсированию медицинских поездов. Социальный проект необычен по своей сути, поскольку впервые предложен принципиально новый вид мобильной, многопрофильной, специализированной, консультативно-диагностической помощи к городскому и сельскому населению отдаленных мест проживания. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Необычные караоке. Более двух с половиной тысяч студентов исполнили песни, тексты которых были написаны на латинской графике. Интересную акцию запустил ресурсный языковой центр на базе Карагандинского государственного технического университета. Не каждый день сотни студентов собираются вместе, чтобы исполнить патриотические песни. Поводом этому радостному событию послужила акция «Латынь караоке». Это флешмоб, пропагандирующий переход казахского языка на латинскую графику. Примечательно, что молодежь эти начинания поддерживает и верит, что данная языковая реформа даст новый толчок для развития Казахстана. Перевод на латиницу, я считаю, что это большой шаг для нашего государства. И инициатива нашего президента была хорошо воспринята народом, потому что таким образом мы развиваем казахскую письменность и прививаем способность молодежи. Организатором акции выступил ресурсный языковой центр при управлении по развитию языков. Специалисты выбрали идею с караоке, чтобы привлечь внимание студентов к написанию казахских слов на латинской графике. «Здесь цель данного караоке – мы не обучаем новому языку. Мы здесь выбрали всеми известные песни, которые исполняет народ, любит, то есть наизусть знает. Почему? Потому что здесь наша цель, чтобы люди, подпевая свои любимые песни, они обращали внимание, какой звук теперь пишется на новой графике». Следует отметить, что Карагандинский государственный технический университет не единственный вуз, в котором прошел флешмоб. Акция стартовала 22 ноября с Академией Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени Баримбека Бесенова. Петь караоке будут и в других университетах Караганды. Торжан Лянова, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев. Первый Карагандинский. В Караганде стартовал областной этап республиканского конкурса среди школьников. Более 200 работ представили учащийся школ на конкурсе научных проектов. Жюри определит авторов лучших проектов, которые отправятся на республиканский конкурс. Переплетение красивого слога и геометрии вполне возможно в поэзии. Это доказывает и работа Анны Краповой, школьницы из Жасказгана. Ученица восьмого класса проанализировала загадочные и необычные стихотворения. Их оказалось не так много. Зато по своей содержательности они не уступают привычным для слуха стихам. Свою работу Анна представила на областном этапе республиканского конкурса научных проектов. Есть не просто обычные стихотворения, которые имеют обычную форму, простую. А есть такие стихотворения загадочных форм, где не всегда показывается ровность, а геометрические фигуры и что-то еще. Жюри, как я видела, очень понравился, потому что такой проект очень интересен. Никто об этом не знал практически. Вопросов задавали немного, потому что во всем проекте я все понятно объяснила. Конкурс научных проектов проводится с 1999 года. В следующем году он отметит свое 20-летие. В этом году в областном этапе конкурса приняли участие 289 школьников со всего региона. Желающих участвовать было гораздо больше. Однако после проверки на антиплагиат почти половина работ отсеялась. Конференция проходит в четырех направлениях, которые затрагивают сферы туризма, экономики, математики и вопросы формирования здоровой природной среды. После защиты научных проектов мы определяем места. Первый, второй, третий. На каждую секцию отводится по шесть мест. И дети, набравшие, то есть занявшие первое, второе и третье место, потом принимают участие, 14 декабря примут участие в дистанционном туре. Они будут проходить тестирование по своему предмету. И те дети, которые наберут высокие баллы, они будут принимать участие уже в защите научных проектов в республиканском уровне. У нас ежегодно принимают участие от 25 до 30 детей, то есть проектов. Детей может быть больше, потому что парные проекты бывают. По итогам конкурса в каждом из направлений будут определены шесть призеров. Авторам лучших работ предстоит защищать честь нашей области на республиканском конкурсе научных проектов. Примечательно, что ежегодно карагандинские школьники демонстрируют достойные результаты. И еще об одном. Областной департамент полиции провел турнир по мини-футболу в честь предстоящего дня первого президента. Соревнования проводятся ежегодно и пользуются большой популярностью среди полицейских. В нынешнем турнире приели участие 30 команд из всех территориальных подразделений области. Ежегодный турнир по мини-футболу, посвященный Дню первого президента, уже стал традиционным. Он пользуется большой популярностью среди сражей порядка. Об этом говорит количество команд, принимающих участие. В нынешнем турнире свои команды представили 30 территориальных подразделений полиции. В торжественной церемонии открытия турнира принял участие заместитель начальника управления специальной подготовки майор полиции Медед Хордин. Он отметил, что одним из постоянных приоритетов обращения главы государства к народу Казахстана является здоровье. Для большинства сотрудников полиции культура здорового образа жизни стала нормой жизни. Полицейские находятся на стадионе не только в качестве блюстителей порядка, но и являются участниками многих соревнований. Соревнования по мини-футболу посвящены особенной дате. 1 декабря страна отмечает День первого президента Республики Казахстан. Участники и зрители отмечают, что турнир прошел на одном дыхании. Полицейские играли в свое удовольствие. Командная игра, отработанная в ходе упорных тренировок, позволяла в каждом матче обыгрывать соперников с разгромным счетом. Победителями турнира стали сотрудники учебно-тренировочного взвода департамента полиции. На втором месте команда управления специальной подготовки. Замыкает тройку лидеров сборная команда областного департамента полиции. Все участники турнира награждены грамотами, медалями и ценными подарками. Андрей Тан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин